Здравствуйте, друзья! Я, наверное, уже всем надоел очередным прибором из серии DP1A, но мне сказали, что видео снимать нужно. Под Новый год так случилось, что я приобрёл ещё один рентгенметр. И вот он перед вами. В этот раз мне наконец-то удалось купить DP1A в родном ящике. Правда, комплект всё равно не полный, но я рад и этому. Давайте для начала осмотрим ящик. В принципе, с укладочными ящиками от доземетрических приборов мы уже хорошо знакомы. Ящик DP1A также сделан из берёзовой фанеры. Усилен металлическими уголками. Сверху у него простая железная ручка. Спереди два замка-защёлки. Масса ящика 6 кг. Размеры 32 на 27 см и высота 35 см. Ящик окрашен в тёмно-зелёный цвет, и он уже перекрашивался, из-за чего пострадала маркировка. На крышке её совсем нет. На передней стенке остался только номер прибора, а названия модели нет. Внутри ящик тоже немного потрёпан жизнью. Сломан фиксатор открытой крышки. Конструкция этого фиксатора явно неудачная. Их постоянно ломали при закрывании. Как видите, внутренности в следах эксплуатации. Но я решил, что не буду реставрировать этот ящик, так как, в принципе, кроме перекраски, тут делать нечего. К счастью, влага на древесину не попадала, поэтому он в порядке. Контрольный препарат, к сожалению, отсутствует. Интересная особенность ящиков ДП-1А – это отделение для документации. Оно имеет подвижный механизм. Фарш дно у ящика вынимается. И здесь мы видим отделение для батарей, ремня и запасной лампы. В комплекте с трентгенметром мне достался его технический формуляр. Жаль, что не было руководства по эксплуатации. Но формуляр – это очень интересный документ. В нём описана история прибора. Когда он был сделан, когда обслуживался, сколько работал, что в нём ремонтировали. Итак, этот экземпляр произведён 22 июля 1955 года. Контрольный препарат на основе кубальта 60 был сначала один, потом в 65 году другой. Вот интересно, что гарантия на прибор – 18 месяцев. А в этом разделе формуляра указаны часы работы рентгенметра. Правда, мне кажется, что их заполняли от балды. И в 1965 году заполнение прекратили. Ну ладно. В параграфе номер 9 указано, что прибор ремонтировался по причине выхода из строя микроамперметра, сопротивления установки нуля, переходной колодки, лампы 1.1П, высокоомных сопротивлений и реостата накала. Честно говоря, я не представляю, как из строя может выйти колодка и высокоомные сопротивления. Это что такое должно произойти, чтобы сгорела целая цепочка из неубиваемых компонентов. Я вот даже ни разу пока не встречал ни одной неисправной лампы 1.1П. Ладно, посмотрим, что там на самом деле. Еще здесь интересный штамп с номером восковой части 25 955. Я поискал информацию об этой части и узнал, что она находилась в городе Балабаново Калужской области. Интересно, что именно в Калужской области я и купил этот ДП-1А. То есть, получается, его как утащили со склада, так никуда он из региона и не выезжал. Я посмотрел на картах, как выглядела военная часть. Ничего интересного не нашел. Здесь видны только казармы и учебные постройки. Техники не наблюдается. Вот где-то за этим забором и жил мой ДП-1А. Дальше идут сведения о градуировке прибора. Не знаю, реально ли проверяли градуировку. Но хотя бы можно отметить, что стоят подписи разных дозиметристов. И вот в конце еще мы видим историю, кто был ответственным за этот рентгенметр. Прибор закреплен за рядовым Никитином, за рядовым Рыжим, за рядовым Портабаевым, за младшим сержантом Жигуном. Больше в формуляре ничего интересного нет. Давайте осмотрим прибор. Внешний вид более-менее сносный. Ничего страшного на нем не вижу. Впервые мне встретился ДП-1А с уцелевшим колпачком кнопки проверки нуля. Микроамперметр действительно заменен. Причем установлена головка ДП-1Б. Это отличить очень просто. Обе шкалы на 0,4 рентгена в час. Однако у ДП-1А есть метка 004, а вот 005 это уже УДП-1Б. К сожалению, шильдик сильно затерт. На нем стерто наименование модели. Хотя бы эмблема завода и год выпуска сохранились. Корпус умеренно ободранный, но вмятин нет, что бывает нечасто. Красть его я не буду. Снизу все в порядке. Защитная пленка не повреждена. Вокруг шляпок винтов батарейного отсека сильные потертости. Это говорит о том, что батарейный отсек часто открывали. Внутри батарейного отсека почти все хорошо. За исключением того, что отсутствует клеммная колодка. И это самая большая печаль. Причем она не выдрана. Она аккуратно откручена, а провода аккуратно отрезаны. Это хорошо. У меня есть предположение, что колодку могли использовать в каком-нибудь более свежем приборе с такими же клеммами. Например, DP1V. Проблема, однако, в том, что мне придется как-то восстанавливать колодку. Но поскольку у меня есть другой DP1V, то мы можем хотя бы проверить работоспособность прибора. Для этого я просто вставлю панель рентгенметра в корпус с исправной колодкой и установленными батареями. И теперь можно включать прибор. Я, честно говоря, не ожидал, что сразу заработает и даже немного расстроился. Надеялся, что в нем будет что еще чинить помимо колодки. Но, как видите, в режиме накал все работает замечательно. Переключаемся в режим работы. Здесь тоже все почти хорошо. Стрелка хоть и скачет, но хотя бы реагирует на регулировку. Тут проблема окислов в переменном сопротивлении. И давайте я проверю, как он работает с источником. Все работает. Тут еще надо откалибровать его. Но, по сути, прибор исправен. Это здорово. Только мне придется сделать вот такую клеммную колодку. Для этого мне потребуется плата из гетинакса и сами клеммы. Часть клемм я сниму вот с этого неисправного DP-11B. Они здесь точно такие же, как в DP-1. Правда, их тут всего 6. А нужно 9. Внутри оставшиеся можно взять из убитого DP-5A. Кстати, этот DP-11 тоже продавался убитой. Я его специально выкупил в качестве донора. Кетинакс я тоже приобрел. И с помощью лазера мне сделали вот такую замечательную гравировку. Теперь мне нужно выпилить эту панельку и нанести маркировку белой краской. Музыка. 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 Итак, клеммную панель я собрал. Недостающие 3 клеммы я взял из ненужного DP-5A. А маркировку в виде плюсов я напечатал на бумаге, вырезал и приклеил эпоксидным клеем. Теперь довольно нудное занятие. Необходимо определить, какой провод куда припаивать. Я воспользуюсь мультиметром и электрической схемой DP-1A. Провода помечу этикетками. Схема разъема у меня есть, поэтому я легко найду соответствующий провод на неисправном приборе. Кстати, по схеме клеммы 3.2 и минус по МЦГ посоединены между собой. Подключаем крокодил к контакту номер 1 и ищем нужный провод. Это у нас минус элемента 2С. Помечаем. Второй контакт – это плюс 8 вольт батареи АМЦГ. Ну и так далее. Итак, все провода я определил. Осталось только припаять и установить колодку на место. Все сделал, прикручиваю колодку на место. Осталось только припаять и установить колодку на место. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я снял микроамперметр. Во-первых, я хочу его почистить изнутри. А во-вторых, нужно будет поставить на место ограничитель. Кстати, в микроамперметр уже кто-то лазил, потому что пломб на винтах нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Головку я установил, с ней всё замечательно. Следующая проблема – это шток регулятора накала. Первый раз включаю такой. Судя по всему, он сделан из гетинакса. И от времени он уже полностью разрушен. И крутить регулятор очень неудобно. Подчинить я хочу его следующим образом. Я просверлю середине отверстия и вкручу туда винтик на клею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok А пока клей застывает, я почищу обмотку реостата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заодно я почистил потенциометр грубой установки нуля, потому что стрелка прыгала именно из-за него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накал теперь замечательно регулируется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И установка нуля тоже регулируется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На всех поддиапазонах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте теперь его откалибруем с помощью источника. Я приложу источник к кондиционной камере и с помощью регулятора чувствительности выставлю стрелку на 0,26, точно так же, как на всех моих остальных рентгенметрах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, теперь всё правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рентгенметр теперь полностью работоспособен, и я предлагаю осмотреть его внутренности. Проверим, что в нём меняли на самом деле. Про микроамперметр я уже говорил, он действительно менялся. Реостат накала видно, что перепаялся, так как отсутствует защитный лак. Кстати, тут мы можем наблюдать гетинаксовый шток реостата. Видимо, такой шток в ремонтных условиях сделать проще, чем металлический. Потенциометр установки нуля однозначно менялся. Хорошо видно незаводскую пайку. Теперь откроем инвестиционную камеру. Здесь также видно, что перепаивались высокоумные сопротивления. Значит, в формуляре всё написано верно. Лампу 1А и 1П я доставать не буду, и так понятно, что она там новая. В целом могу сказать, что этому DP1А очень повезло, что он хранился в сухих условиях, поэтому не имеет никаких следов ржавчины. Но что интересно, это уже пятый прибор из серии DP1А, ему подобных, который я полностью вернул к работоспособности. Ещё раз хочу показать, какая замечательная колодка получилась. Никто никогда не догадается, что это самодельная деталь. Я хотел закрасить скулы покрытия на корпусе, но пока у меня нет подходящей краски. Так что отложу эту работу до лучших времён. В конце предлагаю ещё раз провести испытания работоспособности прибора на разных поддиапазонах. и так далее. В легенде всё-таки вам прид системы к держать. на этом я заканчиваю видео надеюсь что следующий раз сниму что-нибудь другое как всегда спасибо всем за просмотр и до новых встреч теперь откроем институционную камеру да